Одна в полуразрушенном здании. Бывший учитель математики средней школы поселка Колос Марксовского района живет в разрушающемся доме. Коммуникации изношены, кирпичные стены вот-вот обвалятся. К тому же в квартире пенсионерки этой зимой вряд ли будет отопление. От котельный дом отрезали уже давно. Подробнее в первом материале программы. Это пустая двухкомнатная, это бесхозная. Тут кто хочет, тут ночует. Непонятно кто. Вот одна я. Она осталась одна в своей трехкомнатной квартире. В тихий поселок Колос Тамара Александровна вместе с мужем и дочерьми переехала в 1992 году из Киргизии. Устроилась учителем математики в местную школу. Здесь же получили жилье. Мы убирали, все побелено, почищено все. И постепенно дом пришел в упадок. Почему? Одна квартира. Они уехали. Бросили эту квартиру. Стало промокать, стали кирпичи падать. Последние 12 лет дом только ветшал. От кровли ничего не осталось. Рамы и двери в доме разобрали местные жители. В негодность пришли и коммуникации. Так вот я чуть-чуть поменьше делаю. Вот так. Всю зиму у меня бежит вода. Чтобы не перемерзла. Такое уже было, говорит пенсионерка. Пришлось на время переехать к дочери. Отопление в доме уже давно индивидуальное. За него бывшая учительница с пенсии в 10 тысяч рублей. Пришлось выложить круглую сумму. Этот котел, документы, все это мне обошлось более 50 тысяч. 52 с чем-то. Мне пришлось брать кредит по 25% годовых. Потому что у меня своих средств не хватило мне. И дети как могли помогали. И сестра присылалась с Киргизии. Он у меня проработал неполных два сезона. Последние несколько лет единственный житель двухэтажки каждую секунду прислушивается к любому шороху за стеной. На металлические подпорки, которые держат крышу в соседнем подъезде, уже покушались мародеры. Как только шум за стеной, так я уже боюсь. А вдруг этот столб уберут? Значит, вот эта плита вся, она рухнет. А раз рухнет та, рухнет и моя вот эта. Я перебралась уже отсюда, я перебралась в другую комнату. Переехать в другую квартиру Тамара Александровна не может. Не позволяет бюджет. Пенсии уходят на коммуналку, питание и лечение. Да и квартира, где живет женщина, муниципальная. Уже 10 лет она добивается, если не переселения, то хотя бы ремонта. Пробиться опрочный бюрократический панцир чиновников пенсионерке не под силу. Папку с отписками она уже называет романом. Последнюю главу добавил местный чиновник. Правительством Саратовской области в 2014 году будет сформирована и утверждена региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов. В рамках реализации данной программы капитальный ремонт данного дома по улице Молодежной в поселке Колос планируется с 2020 по 2042 год. Ну как вы думаете, доживу я до 1942 года. Тем временем местные жители уже посчитали, что в доме никто не живет и устроили свалку в одном из подъездов полуразрушенного дома. Тележку лени отнести, сюда вот вынесем. Единственное отдушенное и безопасное место для пенсионерки – родная школа. Здесь учителя со стажем уважают и ценят. Всячески помогают Тамаре Александровне. Если не делом, то добрым словом. Наблюдаем, как она борется, наблюдаем, как она стареет уже вместе со своей этой борьбой. Сколько она перенесла уже всяких операций по больницам ходит. Конечно, это вызывает просто сожаление, что человек, проработавший многие годы, просто не нужен никому. Я думаю, что, конечно, учитель с таким стажем не только в нашей школе, но она же еще и в Киргизии преподавала, заслуживает, конечно, более комфортных условий. Просто человеческих условий. Помогают Тамаре Александровне в поселке все. Ведь практически каждый ее знает еще со школьной скамьи. Наверняка у нее учился кто-то из чиновников. Однако, надев пиджаки и заняв удобное кресло в администрации, об учителе, давшем им знания, они просто забыли.